Всем привет! С вами Ох Студио и я Роза. Сейчас конец октября, а значит наступает сезон тыкв и соответственно хэллоуинский ивент в Еве. Спровождается он традиционно раздачей ништяков, люлей и гробов. В качестве ништяков подразумевается ежедневная раздача скинов, бустеров, скиллпоинтов. Скиллпоинтов в сумме для мега аккаунта выдается 235 тысяч, но альфе придется довольствовать с кронами 60 тысячами. Вполне традиционно на данном ивенте предлагается выбор, летать за Орден Татримона или же летать за Охотников за Кровью. Выбор определяет то, какие именно скины будут падать за ивент-поинты. Набор кораблей за обе фракции одинаковый. И скины, в общем-то, не сказать, чтобы какие-то сильно выделяющиеся, по сути, стандартная схема амарских кораблей в плане расположения цветов и прочего. Но если у Бладов это такое красно-черное, то у Татримона это будет медь с зеленью. Как можно догадаться, топовые корабли, на которые идутся покраски, это Паладин. Ну и есть покраски на, в том числе, Нави, Магната и еще несколько других амарских кораблей. Кровер фракции, соответственно, определяет, чьи именно аномалии нужно разбивать для того, чтобы получать очки. То есть те, кому хочется получить Татримоновские скины, будут бить Пладов, остальные будут бить Татримонов. При этом оно не влияет на отношения и так далее. То есть можно совершенно спокойно сносить и тех, и тех просто. Какие-то аномалии не будут продвигать вас ближе к желаемому скину. Начнем традиционно со скана. Простые сканы аномалии должны встречаться во всех возможных системах, в том числе HiSec, NullSec, LowSec и VH. Я лично полетел в LowSec с позиции, что так будет удобнее записывать. Если напарюсь на элитку, то хорошо. Будет обычное, тоже неплохо. Простые сканы аномалии, не элитные, имеют третью сложность для скана. Содержат один контейнер. Причем это не зависит от того, какие именно фракции представляют. То есть это или узел сети Татримона, или узел сети кровавого испытания. Различия между ними в основном в люте. То есть у Татримона можно собрать гробы, у Бладов гробов не будет, но там насыпят чего-нибудь еще. В целом, простые сканы аномальки дают примерно от 2 до 15 миллионов, если не повезет и не выпадет какой-нибудь приятный бустер. По сложности взлома они относятся к категории сложных. То есть центральный узел имеет 90 хп, он красненький, и все возможные гадости, какие только могут выпасть, они будут выпадать. В остальном, просто летать, сканить из минусов попадаются, ну, лично мне попадались очень редко, я обматерился, пока записывал это видео. Элитные аномалии, по заявлению разработчиков, встречаются только в созвездиях Иугиди, Хеты, Аангелс. Это FV-шные лоу, но я находил их и в окрестных системах. Это датка четвертой сложности. Точно так же содержит всего один контейнер. Контейнер очень сложный для взлома, то есть там центральный узел красный со всеми гадостями и имеет 110 хп. По луту мне выпадало с такой аномальки от 30 до примерно 90 лямов, в зависимости от оценки наличие бустеров. Также с элиток очень часто падают ключи для боевых аномалий. Ключи эти не обязательны для прохождения, но они могут ускорить это дело. И, соответственно, если делать элитки, то уменьшить шансы на получение звездюлей. Причем касательно именно аспекта получения люлей, очень важно отметить, что во время ивента дробь 90%. То есть лучше не выкатывать очень дорогие корабли в офицерки куда-нибудь в лоу. Эта офицерка очень легко может стать народным достоянием. В остальном именно скан аномальки приносят довольно неплохо, с учетом того, что делаются на совершенно дешевом корыте. Но из минусов, по крайней мере на момент записи этого видео, я задолбался их выискивать, потому что очень сильно контестится. Очень много людей именно в этих секторах, то есть, наверное, под конец ивента будет гораздо проще, когда людей станет меньше. И теперь боевочки. Собственно, это то, что мне здесь больше всего нравится. Они проходятся очень легко, на боевки пускают все, что может летать по хайсеку. Поэтому мой выбор пал на мародер. Мой любимый четыреххитсинковый паладин с тремя сеточками, потому что без сеточек иначе лазеры у паладина не шевелятся. И он ни в кого не попадает. Начну рассматривать с Татримоновской аномалии. Она более вкусная в плане денег. Можно еще обратить внимание на то, что именно трупы игроков отображаются в виде тыковок. Все-таки Хэллоуин. По приварпу на Татримоновскую аномалию первым делом нужно отправить корабль на сближение с неактивными разгонными воротами. Можно при желании идти на защищенные. Для этого нужен ключик. Из тех, которые можно нафармить с элитных скан аномалик. Но именно для Татримонов действия не очень осмысленные, потому что здесь приходится лутать все. Лутать все нужно из-за того, что из любого трупа может выпасть до 25 гробов. Гробы эти скупают небеси в темах сектора Делфи Бладовская. Ну а если не хочется туда лететь с матом и потея от того, что в трюме лежит лярд, можно сбыть это все дело в жите. Цена будет не настолько вкусная. Но в целом прошлый год я умудрился продать по 950. Ненамного хуже, чем если бы я это все дело попер куда-то в нули с риском нарваться на бубль. По небеси в первую очередь на приварпе нужно убивать Оманов и Крусадеров. Они ситкуют. Потому что задача как можно быстрее добраться до очередных разгонных ворот. Собственно, во второй комнате подход примерно тот же самый. Покуда не добрались до ворот, это является приоритетными целями. После того, как к воротам подошли, можно начинать уже убивать в произвольном порядке. Приоритет тогда есть смысл отдавать Оракулам. Они все-таки кусаются. Но для хорошо затанкованного корабля здесь нету каких-либо особенных проблем. Во второй комнате волн будет уже больше. Если в первой всего одна волна, то во второй их будет три. При этом после того, как убита вторая волна, но третья еще не успела долететь, часто бывает коротенькое окно, буквально там в несколько секунд, когда можно успеть проскочить без необходимости дополнительно отстреливать Непись. В случае, если же не успели, на Татримоне есть смысл перебить все. Вдруг выпадет там дополнительные 20 гробов, 20 миллионов пока еще никому не помешали. Поэтому смысла блицевать здесь я не вижу. Кроме случая, если кто-то контестит и уже там начал прыгать на босса. Чтобы не мешало спокойно прыгать на босса, можно просто отстрелить тогда таклеров. Таклят здесь курсы и крусифайеры. И после этого тоже спокойно прыгать дальше. Во второй комнате нужно понимать, что ворота неактивные, они будут километрах в 10-15 от точки приварпа. И это расстояние лучше проползти заранее, чтобы потом не тратить время на перепрыгивание и так далее. Более, что тот же самый паладин вполне неплохо стреляет и без бастиона, и может разбить несколько лиц до того, как долетит. В третьей комнате будет две волны мобов и босс. Собственно, поскольку там уже никуда ползти не надо, можно сразу смело встать в бастион, швырнуть трактор и радоваться жизни. Босс это линкор. С него идет самый вкусный лут. С аномальки я вывозил от 15-20 до где-то 100-150 миллионов. И это хайсек. То есть крабство относительно безопасное. Нельзя сказать, что аномалик прямо дофига, но подход у меня был такой, что я построил себе небольшой треугольник между тремя базами и летал туда-сюда, по кругу. Чем удобен в данном случае паладин, то что ему не надо постоянно там бегать куда-нибудь за пульками, ракетами и прочей расходкой. Линз хватает надолго, много места они не занимают, поэтому можно даже лутать вообще все, а не только ценное. Как раз у меня там база примерно в 10-15 прыжках друг от друга. Можно спокойно успеть набрать чего хочется. Также эти аномалии проходят на Т-3шках. Ну, в смысле Т-3 крейсера, естественно, не эсминцы. Их проходят. Неоднократно наблюдал на праксисах, причем довольно дешевых, но понятно, что праксис будет проходить это дело довольно долго. Особенно если брать какой-нибудь рапидный, который перезаряжается по 35 секунд. Но к праксисам мы еще сегодня вернемся. С учетом того, что я убивал все, никуда не спешил, а также то, что у паладина все-таки трекинг не очень, у меня уходило на аномальку чуть менее 15 минут. То есть это с полным лутанием всех, вся убийством всего, что только шевелится. Не сказать, что очень быстро, но с другой стороны вполне себе неплохо. Какой-нибудь, я думаю, варгур, у которого трекинг лучше будет проходить быстрее, просто за счет того, что гораздо быстрее будет отлетать небесь. Кровавые испытания, соответственно, Бладовская аномалька, проходятся немного быстрее. Во-первых, дистанции гораздо меньше. Ну, то есть привар по второй комнате в 5 километрах, и в первой тоже там примерно в 5, когда на Татримоне в первой, по-моему, 6-8, а во второй 10-15. Ну, то есть как бы меньшее количество времени тратится на просто то, чтобы банально лететь и не использовать максимальный ДПС. В плане мобов подход тоже в целом аналогичный. Первым делом нужно ликвидировать все сетки. В данном случае сетками являются всякие Круоры, а именно Шефферды и Сейвиары, а также Сейджи. То есть их нужно отстрелить в первую очередь, иначе, ну, понятно, что никуда этот линкор не доползет, ни до какого... ни до каких ворот. Придется потом долго и упорно ждать. Во-вторых, аномалия не имеет вообще никакого смысла в плане сбора лута. Потому что все, что не босс, кидает примерно нисколько. Ну, то есть обычный неписевый лут, который непонятно куда потом девать. Так ли здесь пророки, ну, профиты и дивайнеры? Ну, с дивайнера очень плохой таклер, потому что он, гад, жирненький, большой, и поэтому очень быстро лопается. В него очень легко попадать. Также стоит учесть, что Сейджи, особенно если их там будет 4 штучки, начнут уже достаточно неприятно поднейтривать. Ну, паладину, например, на это наплевать, а вот какой-нибудь праксис может слегка расстроиться. Поэтому там фит нужно подбирать такой хорошо-ка по стабильной. По количеству волн все в целом плюс-минус. То есть в первой будет всего одна, во второй до трех. Можно успеть проскочить между второй и третий. Опять же, убивать всех здесь совсем незачем. Да, здесь, конечно, немножко приплачивают за головы. Но полностью вычищенная намалька в лучшем случае мне давала 15 миллионов. И то, по-моему, все-таки это было не одна, а у меня там слилось за две или как-то так. За главбосса дают пятерку, за линейные крейсеры дают 300, за остальных там 200 и ниже. Ну, то есть какие-то копейки на это можно заработать. В целом около десятки с аномальки так можно получить. И, на мой взгляд, вот Бладовский даже в хайсеке имеет смысл блицевать. Ключик на то, чтобы не проходить вторую комнату, стоит около 5 миллионов. Ближе к концу ивента они будут продаваться почти даром. Они продаются только по контрактам, но достать их можно почти везде. Поэтому рекомендую этим пользоваться, чтобы скостить немножечко времени и не пришлось тут отстреливать целую кучу всякой неписи, за которую практически ничего не упадет. Поскольку гробов тут никто не видал, аномалии против Бладов в среднем они дают меньше. То есть нижняя граница вывезенного у меня была, по-моему, на уровне 7 миллионов, когда мне попалась пара каких-то бесполезных скинов, почти бесплатные штаны и две дешевых коробки. То есть Бладовские аномалии, они имеют приоритет ниже для выполнения, если только нет цели лететь именно за очками. Но вообще, когда я вот так летаю ромлю, я выношу все. То есть просто, в принципе, все выношу, что вижу, потому что я проверяю по агентству наличие аномалий в соседних системах, что-то увидел, полетел, может, даже где-то законтестил. Это достаточно частое здесь явление, когда несколько мародеров пытаются перемародерить друг друга в попытке получить вот эти вот 3 несчастных миллиона. Как правило, это единственный повод для меня на этом паладине хоть немножечко что-то погреть, а именно пушки. В целом, в хайсеке падают там скинчики, какие-то шмоточки, коробки аверсировские. Иногда падают фракционные модули, но мне чего-то сильно дорогого не падало пока что именно по хайсеку. Соответственно, на Татримонах падают гробы, и на Татримонах будут падать Империал Нави модули, если фракционка выпадает, но, соответственно, у Бладов будет падать Бладовская фракционка. Ну и я тут упоминал, что до праксиса дело тоже дойдет. Я использовал вот такой весьма капостабильный праксис для того, чтобы летать в лоб. Ну, точнее, у нас таких праксисов было 4 штуки, что летели мы в формате такого мини-корб вылета. Всего у нас было 4 окна. Должен сказать, что праксис себя этот показал очень даже неплохо. То есть у него неплохая откачка, у него довольно приличный ДПС, высокие резисты, ну и, соответственно, если их брать несколько штук, то аномалия проходится довольно-таки быстро, в том числе элитная. Собственно, что они из себя представляют. Ну и начнем с передовой базы Татримона. Это, соответственно, элитная Татримоновская аномалька. Водится она ровно там же, где вводятся элитные сканы на мальке. То есть это лоу, это фвшные лоу. Соответственно, они, как правило, довольно неплохо обитаемые. Но обитаемые и ладно. В целом, основное различие это количество нечисти, которое тут вводится. Плюс появляются тут Дьяконы, вот Татримона, которых я до этого не видел. И которые, типа, как логисты. Но вот из того, что я посмотрел, у меня сложилось впечатление, что даже двух таких праксисов, которые я показал ранее, должно хватать. У нас их было четыре, причем один был еще зафичен под Альфу. То есть у него откачка и прочее были с Лэдбе. И еще один место ракет использовал Пулькин. Потому что у товарища были выучены только пулеметы. Подход, в общем-то, тот же самый. Сразу на старте потопили к гитам закрытым. Тоже надо бы все облутать. Ну, в первой комнате попроискать редко падает, но все-таки иногда падает. Когда все мобы померли, ведущий праксис остается, бросает трактор и ждет. Можно использовать саладронов для того, чтобы поубирать лишние в реке. Ну и заодно получить какую-нибудь копеечку с этого всего. Ну, реально копеечку. Тем временем трое остальных идут в атаку первыми и сносят, соответственно, первую волну во второй комнате. В принципе, праксис не настолько медленный, но он уступает по скорости тому же паладину. Но где-то с полпути оно доползает за вменяемое время и успевает в том числе проучаствовать в убийстве собственно, самой первой волны. Второй карман тоже принципиально не отличается от того, что было видно на основной, как бы базовой аномальке. То есть тоже три волны, тоже лучше все облутать. Опять же, для этого тоже сочетание трактор плюс саладроны, чтобы поубирать пустые в реке. Можно, конечно, было бы зафитить трактор Бим, но он в целом, конечно, Т-2 бы дотянулся до большинства, но до большинства не до всех, потому что часть кораблей имеют привычку летать где-то далеко, иногда их там где-то далеко и убивают. По крайней мере, всякие вот эти оракулы, они любят лететь далеко, и умирают они иногда быстрее, чем приближаются. А в реке, как правило, у них не пустые. Основная часть третьей комнаты тоже будет очень похожа. Это две волны плюс босс. Босс тут будет чуть пожирнее, но тоже у нас был достаточный фаер-пауэр, чтобы очень быстро помножить его на ноль. То есть в целом именно аномалия оставила ощущение, что нормальный мародер должен ее совершенно спокойно делать в жало. Но после убийства линкора еще появляется тарелка. Ее тоже нужно разбить, из нее тоже немножечко выпадает. То есть в целом с такой аномальки мы вывозили там где-то сто с небольшим лямов. Нельзя сказать, что это очень дофига. В целом подобный результат можно было получать в хайсеке в жало. Но важный момент вот в этой тарелке то, что она иногда может эскалировать. Эскалации бывают действительно вкусными. Тарелки причем могут быть как на Татримоновской, так и на Бладовской. Они там есть всегда, а вот будет ли эскалация это уже вопрос. В четыре праксиса такая аномалия проходится за 20 с небольшим минут. То есть нужно понимать, что да, если ее не облицевать, то есть изрядный шанс, что кто-нибудь успеет встретить. Испытание темная кровь. Звучит, может, конечно, она жутковата, но в общем-то является примерно такой же Бладовской аномалькой, только количество мубов относительно хайсека, но примерно в два раза больше. Собственно, летели мы понятно, что ровно тем же составом. Это все был один такой вылет. На аномалию потратили 18 минут, но она проходится быстрее по тем же причинам, как и в хайсеке. Во-первых, никого мы не лутаем, кроме последней комнаты, в которой интересуют в первую очередь это босс и спутниковая тарелка. То есть первая комната, все дружно топим гейту, выносим всех из нюансов. Если будут нитрить три или четыре сейджа, один праксис, то праксис становится очень грустным, что капы в этом случае может стать недостаточно, но с учетом входящего ДПСа у меня не было проблемы с тем, чтобы ненадолго выключить ШБ, дать капе отрегениться, после чего включить его обратно и спокойно выключить. Когда есть четыре праксиса, то танковка идет в большей степени ДПСом, то есть мобы просто тохнут быстрее, чем они успевают сами наносить сколько-нибудь серьезный дамаг. Да, здесь снова падают награды за голову. Мы получили по шесть лямов нанос. Ну, то есть это как обычно не то, на что стоит ориентироваться. По доходности аномалии мы их прошли несколько, но в среднем дает 30-80. Хотелось бы пожирнее и плюс здесь можно выбить чертежик, правда не очень ценный, на кровавый трактор. Этот трактор типа заточен под то, чтобы подтягивать замороженные трупы. Ну, у Бладов фетиш на это дело. Они же даже в Титан поставили отсек для хранения трупов. Не настолько я хорошо знаю, какие-то они за это ништяки дают, но видимо какие-то ништяки все-таки есть. Иначе нафиг оно было бы кому-то надо. То есть количество волн и состав неписи плюс-минус одинаковый. Выносится все это дело достаточно быстро. То есть если на Тетримон у меня там постфактум я замерил там уже было там 20 22 минуты здесь там 18 может чуть быстрее. И совершенно однозначно их надо блицевать. Если бы были ключи мы бы просто их блицевали и не тратили на это время ну соответственно прохождение было бы раза в два быстрее. Просто из-за того что не надо было бы убивать вот эти лишние волны во второй комнате. То есть в целом предпочтение все равно я лично отдаю Тетримоновским аномалькам а этим мне интересны больше как источник очков ивентовых. Эскалация. Она падает кому-то одному из флота ну и соответственно этот кто-то один из флота идет в атаку первым. Следом уже за ним отправляем весь остальной флот. в целом я так понял что такой праксис состоянии выдержать как минимум минуту ну собственно там прилетел пока раздуплился пока там всем сказал пока я сделал флитварп ну там может не минута но секунд 30-40 плюс то время пока они ну в смысле вся непись будет переагриваться. местная эскалация которую я видел была татримоновская есть подозрение что оно в принципе так и устроено в общем-то это даже хорошо потому что по прилету нет смысла куда-то лететь здесь всего одна комната не за елкой то есть можно сразу лупить по всему что движется лучше конечно начинать тогда выносить цели которые более кусачи а именно там всяких оманов крейсеры и потом доедать уже то что поменьше волк нобов будет три включая начальную и где-то на недобитках от третьей к нам прилетел собственно босс босс это тоже линкор сдох он очень быстро да у него тоже там любимый набор всякой нечисти электроники и тому подобного но когда хватает ДПС это уже не имеет большого значения с аномалии мы вывезли порядка 360 миллионов то же самое правило что лутая власть тут все ну и там с некоторых из трупов там дополнительные были там 20 там с лишним трупов ну этих гробов в остальном как бы говорят что у некоторых других стримеров тут и полярду падало но понятно что это лоу это фвшный лоу хорошо населенный поэтому есть свои нюансики что ну очень непросто здесь порой передвигаться из плюсов довольно много станок поэтому лут всегда можно посейвить там практически перед каждым следующим прыгом заходили на станцию скидывали лут чтобы в случае чего им не делиться все таки 90% дроп это 90% дроп значит что к таким праксисам всегда могут прилететь и быстро эти праксисы разобрать ну к слову запись была бы не полной если бы какой-нибудь праксис тут таки не взорвался если по времени аномалия проходилась менее 15 минут то есть примерно такой флот может ее делать на уровне одного мародера проходящего тетримоновскую аномальку в хайсеке ну и к разговору о взрывающихся праксисах когда мы летели на вторую эскалацию нас уже встретили на гейте ушло два праксиса два праксиса мы потеряли но даже с учетом этого мы остались в плюсе за вечер у нас накрабленного было по оценке около лярты через за несколько дней удалось продать это все даже чуть больше чем золярт поэтому никто не остался в накладе на этом всем спасибо за просмотр ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал пишите комментарии всем спасибо всем пока